Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Вышли на финишную прямую. Строительство школы на пятой просеке выполнено на 90%. Был разделен коммерческими организациями, а стал центром хранения традиций и воспитания патриотизма. Губернатор Дмитрий Азаров и заместитель министра обороны России Андрей Картополов обсудили работу окружного дома офицеров. Более 130 елочных базаров в Самаре сегодня начали работу, как оформлены легальные торговые точки с новогодними деревьями. Хранить при температуре ниже 18 градусов. В Самарскую область поступила партия вакцины от коронавируса. Праздник, появившийся как шутка, но ставший мировой традицией. Сегодня отмечается Международный день обезьян. В Самарской области отложили принятие решения по блокировке социальных карт для пенсионеров. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил сегодня на заседании областного оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Напомню, для граждан старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции. Прорабатывалась информация о том, что пенсионерам могут заблокировать транспортные карты. Глава региона сегодня поручил провести дополнительную работу. Коллеги, вот у нас есть возможность с вами позвонить каждому ветерану, кто сегодня активирует карточку и находится в этом возрасте, 65+. Сделать в течение недели это возможно. Я бы предложил все-таки, прежде чем принять это решение, очень непростое, и давайте честно говорить, для многих людей просто обидные даже, они просто нас не поймут. Они скажут, слушайте, мы соблюдаем, может быть, лучше всех, но я теперь остановку не могу проехать до магазина за молоком. Дмитрий Азаров поручил до пятницы представить решение, основанное на мнениях жителей губернии старше 65 лет. Кроме того, горячее питание, продуктовые наборы для медработников в ковид-госпиталях, которыми обеспечивали их волонтеры, станут обязательной нормой в Самарской области. Глава региона рекомендовал внедрить практику с помощью региональной поддержки. Строительство школы на пятой просеке завершилось на 90%. В настоящее время строители занимаются внутренней отделкой. По плану, все должно быть завершено уже к концу этого года. Ход работ на стройплощадке проконтролировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а Гульфия Сафина продолжит тему. Дмитрий Азаров Радиаторы греют сантехника в полной исправности. Столовая готова к обедам. А на следующей неделе в актовом зале смонтируют мультимедийную систему и кресло на 330 зрительских мест. Сейчас строители на стадии внутренней отделки. Несмотря на сложности с проектом и особенности рельефа, местности первый четырехэтажный корпус школы готов на 90%. Он вместит в себя 600 учеников. Параллельно запущены процедуры передачи учреждения в систему городского образования. Есть полная уверенность, что до конца этого года все строительные работы будут завершены, здание будет введено в эксплуатацию. Да, впереди еще вопросы лицензирования, оформления прав здесь на это здание. Все эти формальные процедуры еще предстоит пройти. Но все строительные работы будут завершены в текущем году. Школа будет построена, как мы и договаривались. Второй корпус школы на 850 мест застройщик обещает сдать в следующем году. Невзирая на холод и морозы, работа идет полным ходом. Строители работают по 120-150 человек в смену. По согласованию с местными жителями, некоторые виды работ проводят даже ночью. Второй корпус школы, помимо школьных классов, включит в себя несколько групп детского сада, в том числе ясельных. Гульфия Сафина. События. Филиал Русского и Географического общества по исторической работе может появиться в Самарском доме офицеров. Такую идею предложил замминистра обороны России Андрей Картополов. Вместе с губернатором Дмитрием Мазаровым генерал осмотрел АДО и познакомился с творческими коллективами и участниками патриотических организаций, которые сегодня располагаются в его стенах. Подробнее расскажет наш корреспондент. Последние несколько лет Самарский дом офицеров был вынужден сдавать помещение в коммерческую аренду. На его площадке располагались ярмарки. Сюда с гастролями приезжали российские артисты. Благодаря личному вмешательству губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ситуация изменилась. Чтобы очень непростые годы выживать, обеспечивать функционирование всех систем жизнеобеспечения, творческих коллективов. Но когда я приступил к работе в должности губернатора, я, конечно, проговорив с командармом, с руководством Дома офицеров, сказал, что так быть не должно. И мы совместно, сообща, Андрей Ильич, хочу это подчеркнуть, вместе со Второй армией, вместе с Домом офицеров, с творческим коллективом, просто приняли решения, которые сегодня наполнены патриотической жизнью эти священные для нас стены. Поручением губернатора патриотические объединения региона обрели стены и всю необходимую для занятий с активистами материально-техническую базу. Здесь расположились участники одного из крупнейших добровольческих движений страны – волонтеры Победы. По соседству разместились региональное отделение юнормии и поисковый отряд «Крылья», участники которого ищут весточки о пропавших в безвести солдатах на Великой Отечественной войне. Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ, которые располагаются в АДО, выступили с инициативой возродить школу «Юнг» в Центре дополнительного образования Александрия. Идею поддержал замминистра обороны России Андрей Картополов. Воспитанникам Александрия отдадут свыше 400 квадратных метров на третьем этаже Дома офицеров. Традиционно в АДО есть место и для творческих коллективов. Коллектив Дома офицеров и коллектив музеев, в котором мы с вами находимся, – это абсолютно неравнодушные люди. Это энтузиасты своего дела с большой буквой, которые живут ради этого и которые понимают, насколько это важно, насколько это нужно, особенно сейчас, в то время, когда идет активная борьба за умы и сердца людей. В АДО базируется также детский театр-мюзикл «Страна мечты», в котором задействованы более ста ребят. В их распоряжении не только хореографический класс, но и собственная студия звукозаписи. Замминистра обороны впечатлила и библиотека окружного Дома офицеров, в фонде которой сохранилась уникальная коллекция книг 19 века. Андрей Картополов рассказал, что министр обороны Российской Федерации дал распоряжение создать в военных округах подразделения русского географического общества. Филиал, который занимался бы исторической работой, генерал предложил базировать в Самаре. Ольга Павлова, Мария Левина, События. 134 елочных базара начали свою работу на территории городского округа Самара. В этом году они приобрели более привлекательный визуальный вид. По периметру торговых площадок выставили деревянные заборы, территорию оборудовали иллюминации. Готовность столицы региона к Новому году обсудили на очередном совещании в мэрии совместно с главой города Еленой Лапушкиной. Помимо этого власти Самары затронули вопрос о дальнейшей организации сельхозярмарок в черте областного центра. Все подробности в репортаже Ольги Павловой. Мороз воевода с дозором обходит владение своей. Торговать елками в костюме волшебника выгодно, рассказывает Иван Дроздов. Новогоднее настроение у жителей Самары появляется мгновенно. Да и цены не кусаются. От 300 рублей за добротную пушистую сосну. Товар в этом году отличного качества. Хорошие елки в этом году. Красивые. Желтых кремов очень-очень мало. Пару штук было вчера. С сегодняшнего дня в Самаре заработали 134 елочных базара. В этом году они приобрели более привлекательный визуальный вид. По периметру торговых точек выставлены деревянные ограждения, территория оборудована иллюминацией. Сотни деревьев ждут своих первых покупателей. Глава города Елена Лапушкина поручила профильному департаменту особое внимание уделить незаконным торговым точкам. Обращайтесь на это внимание и пресекайте незаконную торговлю елками. Ну, как действовать в этой ситуации, вы все знаете наверняка. Безусловно, мы будем отслеживать за тем, чтобы не происходила у нас незаконной торговли елочными изделиями. Ну и если заборчиков нет, то очевидно, что это незаконная торговля. Помимо готовности областного центра к Новому году, дополнительно власти города обсудили организацию сельхозярмарок в Самаре. Сейчас на территории столицы региона работают 16 ярмарочных площадок. 15 из них располагаются на частных территориях у торговых центров и комплексов. На следующий год стратегии развития ярмарочной торговли предполагают установку еще 9 продуктовых точек. Эти места у нас будут располагаться в различных районах городского округа Самары. Локация их будет тяготеть к тем местам, где наибольшая проходимость, ну и где у нас процветает, к сожалению, еще незаконная лоточная торговля. Сельхозярмарки, которые так полюбили горожане, вскоре могут стать круглогодичными. Планируется установка новых шатров на 40-45 мест в черте областного центра. Предполагается, что работы по их возведению начнутся уже весной будущего года. Пока же в зоне доступа самарцев ярмарка на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Как оцениваете работу ярмарки на Киевской и Тухачевского? Ярмарка действительно востребована. Единственное, что она достаточно скромна по размерам и, соответственно, предложению товара. Если это будет расширяться, то однозначно интересно. Две ранее работающие торговые точки у музея Алабина и в поселке Мехзавод в данный момент закрыты. За весь период работы ярмарку у музея Алабина посетили почти 165 тысяч покупателей. Свою продукцию смогли реализовать 302 сельхозпроизводителя, в том числе и пенсионеры. Ольга Павловна, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. В Самарской области зарегистрировали еще 295 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в регионе 26 219. Такие данные в понедельник, 14 декабря, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 277 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписались 24 044 пациента. Самарская область получила первую большую партию вакцины от коронавируса. Тысячу доз привезли на склад крупной фармкомпании. Храниться вакцина будет при соблюдении особых условий температурного режима. Он должен быть не выше минус 18 градусов. На нашем складе обеспечены достаточные условия для хранения вакцины, для учета вакцины. В дальнейшем сегодня мы планируем ее отгружать уже в лечебные учреждения Самарской области, всей Самарской области для начала вакцин-профилактики. Чтобы больницы продолжали работать бесперебойно, сначала вакцинировать будут врачей и медсестер. Медики больницы в Большой Глушице уже сделали прививки. Это не последняя партия вакцины, которая поступит в наш регион. Ожидается, что в Самарскую область до конца этого года привезут еще более 2700 доз. Контроль в ежедневном режиме. В Самаре проводятся рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Городские автобусы, троллейбусы и трамваи проверяют городские власти, полиция и Роспотребнадзор. По итогам полугодия, констатируют, дисциплины стало больше. Маски надели даже те, кто раньше относился к этому скептически. В этом убедилась наша съемочная группа. Утро понедельника в Самаре начинается с проверок общественного транспорта. На тропу войны с коронавирусом выходят блюстители масочного режима. Постановление о необходимости носить средства защиты продолжает действовать. Контроль за соблюдением требований не ослабевает. И большинство самарцев с этим согласны. Я думаю, что маски носить обязательно, конечно же. Потому что среди моих, тех людей, которые я знаю, которые уже умершие, многие переболевшие. Поэтому, мне кажется, лучше не рисковать, надевать маски. Ну и проверка должна быть обязательна. Если в начале пандемии пассажирам приходилось разъяснять новые требования, то сегодня многие уже поняли. Спасение от инфекции в наших руках, а точнее на лице. Маска в несколько раз уменьшает вероятность заражения. Сейчас, когда болезнь оказалась буквально в шаговой доступности, люди предпочитают уже не рисковать. Мы проводим регулярно эти мероприятия. И, конечно, видим, что на начальном этапе много было пассажиров без масок. Многие, когда им озвучивали о таком требовании, не знали или делали вид, что не знали о том, что маски необходимо носить в общественном транспорте. Затем вот с течением времени мы увидели, что да, люди эти маски стали носить. Контроль за соблюдением масочного режима всесторонние в рейды ежедневно отправляются сотрудники городского департамента транспорта. Полицейские, дежурные городского штаба, добровольные народные дружины, специалисты Роспотребнадзора, представители транспортных предприятий. Следить приходится не только за пассажирами, но и за сотрудниками, чтобы в масках были в том числе кондуктор и водитель. Средствами защиты их обеспечивают перед выходом в рейс. Транспортное предприятие закупило еще в апреле месяце и постоянно обновляют средства все, дезинфицирующие и защитные средства. На транспортном предприятии достаточное количество средств, чтобы обеспечить всех наших сотрудников этими средствами. Кроме того, весь подвижной состав проходит ежедневную комплексную дезинфекцию, а потому заразиться в автобусе, троллейбусе, метро или трамвае не так-то просто, особенно если самим проявить бдительность, используя средства индивидуальной защиты. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. В России с этой недели вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликовали на официальном портале правовой информации. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить не только в бумажном, но и в электронном виде. При этом в бумажном виде его можно получить при предъявлении документа, удостоверяющего личность. А для получения электронного больничного также потребуется СНИЛС. Кроме того, листок нетрудоспособности можно будет получить дистанционно, а больничный лист по уходу за ребенком теперь не будет ограничиваться по срокам. В Самарской области выделят дополнительные средства на закупку препаратов от COVID-19. Какую сумму получит регион, расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! В эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шалафаст. В начале рабочей недели мировые цены на нефть растут. За баррель марки «Брент» дают 50 долларов 40 центов. Американская валюта дешевеет. На 15 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 72 рубля 92 копейки. Евро – 88 рублей 58 копеек. В этом году россияне приобрели рекордное количество бытовой техники. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, вытяжки и плиты составил 11 миллионов штук на общую сумму 238 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом, покупки крупной техники в России выросли на 17%. Рост акцизов на сигареты в 2021 году будет существенно выше инфляции и составит 20%. По оценке Министерства финансов России это приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Ведомство объясняет необходимость столь существенного повышения мерами противодействия потреблению табака. Устанавливается и новый акциз на алкоголь. Они будут повышены на 4%, то есть в пределах инфляции. Федеральное правительство одобрило выделение из резервного фонда дополнительных средств регионам на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В Самарской области на эти цели выделено 66 миллионов рублей. На этом сегодня все. Удачи в делах! Самарский областной художественный музей представил уникальный выставочный проект. Он объединил в себе творчество скульптора Владимира Амадео и художника-живописца Тани Стрельбицкой. Проект «Поиски равновесия» открыл новую природу художественного творчества. С экспозиции познакомилась Ольга Павлова. Это не просто красные мазки на синем фоне. Уродливая зубастая крыса на кривых лапах шагает по миру, воплощая в себе эмоции людей в период пандемии. Экспрессия полотен Стрельбицкой порой действительно дика. Нарочитые упрощение цвета, формы яркости. Более 20 подобных живописных полотен разместили в художественном музее города. Провести выставку в Самаре Таня решила не случайно. Мне хотелось представить моей любимой Самарии, потому что я годно весной здесь была и просто влюбилась в эти стены, в этот город. Клянусь просто. Это не потому, что, знаете, реверансы такие, а город, давайте. Нет, я мечтала сюда попасть, и получилось так, что попало. Художественные полотна Тани Стрельбицкой объединились работами известного скульптора Владимира Амадео. Итальянец по происхождению практически всю жизнь прожил в России. В 30-е годы 20 века отец скульптора, итальянский коммунист, эмигрировал в Москву и неожиданно остался. Я на самом деле наполовину итальянец, на вторую половину я иранец. А тоже коммунист. Владимир Амадео известен как мастер преимущественно женских сюрреалистических скульптур. Именно простота и открытость образа, считает художник, наполняет его работы глубоким смыслом. Мастер говорит, женщину можно и нужно изображать просто, без лишних деталей. Она будет прекрасна всегда. И вовсе не обязательно соблюдать популярные пропорции 90-60-90. По мнению скульптора, намного эстетичнее смотрятся дамы в теле. Я люблю женщин, но мне просто женщин наибольше нравятся. Их просто удобнее, приятнее иметь. Это мое настроение, это мои мысли, мои какие-то переживания внутренние. Но я надеюсь, что они как-то перекликаются со зрителем. Отклик в сердцах зрителей мыслей и переживаний автора действительно нашли. Особенно восхитило то, что все бронзовые работы без лица. Задумка специальная. Ведь когда создаешь лицо, рассказывает художник, люди смотрят только на него. А так видны и пластика, и движения, похожие на танец. Женщина с короной, она топчет лица. Это очень глубинная мысль такая человека. Хочется подумать, что хотел сказать этот автор. Чьи это лица? Это мужчина? Это просто люди? Искусство художника-живописца Таня Стрельбицкая и скульптора Владимира Амадео неотделимо от феномена театра-инсталляции, сценических пространств и артистического поведения. Проект «Поиски равновесия» открыл новую природу современного художественного творчества. Посмотреть на работы известных мастеров можно, посетив художественный музей Самары. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Самарские тэквондисты в минувшие выходные поборолись за титул чемпиона города. В двухдневных соревнованиях приняли участие как начинающие спортсмены, так и опытные взрослые и юниоры. Всего более 200 борцов. На городском первенстве побывала Гульфия Сафина. Точность, ритмичность и плавность. Техники тули, а не же бой с тенью, появились в хэквондо намного раньше спаррингов. Если спортсмен продемонстрирует их знания, значит он постиг основу боевого искусства. Корейская система самообороны в Самаре заручилась особой популярностью. В этом городском турнире участвуют более 200 спортсменов. Юноши 11 за 13, юниоры 14, 15, 16, 17 лет. И взрослые. Этот год, позапрошлый год мы стабильно занимаем третье общекомандное место по России. Игорь Ланцев в хэквондо не по своей воле. В секцию еще дошкольникам записала мама. Теперь же уговаривать его не нужно. Без тренировки не может провести и дня. Титул кандидата в мастера спорта уже получен. Дальше больше. В его послужном списке есть Кубок России и даже Кубок мира. На городских соревнованиях без наград не остался. Увозит домой серебро в техниках Тули и золото городского чемпионата по спаррингу. На самом деле каждый бой сложный. Это нельзя недооценивать. Никакого своего противника. Нужно к своему противнику с достоинством относиться. Это в любом случае. Потому что ты можешь проиграть кому угодно. Даже если спортсмен мог прийти первый раз на соревнования, ты можешь слишком возвысить себя и проиграть. Успехов в этом виде спорта достигают не только самарские юноши, но и девушки. Софья Егорова завоевала комплект из двух медалей. Золото в спарринге и серебра в техниках Тули. Это кондуется часть моей жизни, потому что я с шести лет занимаюсь этим видом спорта и не собираюсь останавливаться. В этом спорте у меня цель одна уже достигнута, кандидат мастера спорта. Я хочу достигнуть хотя бы мастера спорта. Я думаю, у меня это получится. Я вообще, так скажем, боец. По итогу последних в этом году чемпионата и первенства Самары победители и призеры получили медали и дипломы. Некоторые спортсмены выполнили спортивные разряды. Самый высокий из них – первый и взрослый. Он дает право участия в областном чемпионате. В Ульфея Сафина, Николай Сидоров. События. В науке одни считают их далекими предками, другие – ближайшими родственниками из мира животных. Но в целом это, в общем-то, симпатичные существа. Сегодня Международный день обезьяны. Праздник в шутку придумали студенты Мичиганского университета. И эта традиция, как ни странно, прижилась. В культуре к обезьянам принято относиться с предубеждением, считая, что, как правило, это персонажи недалекого ума. В том, что это не так, убедился Олег Зверев, он побывал на празднике в Самарском зоопарке, где познакомился с обитателями отдела приматов. Гамадрил по кличке Бруно умело вскрывает банку с йогуртом и наслаждается напитком. На закуску банан, луковица, ветка укропа, киви и прочие фрукты. Рацион составляется, по данным научных расчетов, по образцу московского зоопарка. Кушают практически все то же самое, что и мы. Иногда даже наши, наверное, хорошо можем давать. А так, фрукты, овощи, орехи, йогурты, молочные продукты, творог. Праздничная трапеза, посвященная Международному дню обезьян, в Самарском зоопарке должна была состояться в присутствии гостей. Была разработана специальная детская конкурсная программа. Однако из-за противоэпидемических мер вечеринка прошла малым составом. Людей в этом обезьяннике встречают приветливо. Все, кроме одного. Макак-резус Степа, если не в духе, может и банановую кожурой запустить. По характеру он довольно вредный. Общается со своим соседом. В принципе, неплохо, но на людей не всегда адекватно реагирует. Характер у всех разный, зависит от породы и воспитания. К примеру, Бруно в зоопарк попал из цирка. Он прирожденный артист и многое умеет. Рома – золотистый мангобей, очень редкий экземпляр. И настоящий джентльмен. Любит, чтобы его почесали, но доверяет только женщинам. Характер у Ромы таков, что он не очень любит мужчин. Он больше любит женское общество, женское внимание. И любит тогда его сотрудники. Естественно, только когда мы заходим, можем его почесать через решетку. Ему это очень нравится. Ну, а в мужчинах, наверное, он чувствует соперниче. Замыкают царство приматов Самарского зоопарка совсем безобидные зеленые мартышка, капуцин и кошачий лемур. В природе обезьяны зачастую ведут себя агрессивно, но когда за окном минус 20, вся надежда только на человека. Ученые до сих пор спорят, кто эти существа. Согласно эволюционной теории, наши далекие предки – более научные версии – наши ближайшие родственники из мира животных. Науке известны более 600 видов обезьян. В разных мировых культурах им отводятся разные места. В Индии – это священные животные. В российской культуре широкую известность обезьяны получили благодаря басням Крылова. Как и других представителей фауны, Иван Андреевич наделял их человеческими качествами. Для того, чтобы, глядя на них, человек мог избавиться от обезьян. Олег Зверев, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok